Привет! Сегодня будем говорить не столько о Photoshop или Capture One, сколько поговорим о родном приложении Fujifilm X-Raf Studio. Много разговоров в сети идёт о том, что в камеры Fuji установлены плёночные пресеты. Собственно говоря, так оно и есть. Но все эти пресеты могут быть настроены и могут походить на какие-то иные плёнки. В сети даже есть сайт fujixweekly.com, где есть рецепты различных плёнок для различных матриц. Вот в меню выбираем buyer рецепты, рецепты для первого транса, для второго, третьего, четвёртого и так далее. Выбираете какой-то плёночный профиль и настройки, которые здесь указаны, выставляете в своей камере. Пока это не было так популярно, я побаловался в своё время с подбором настроек под себя. Именно в этом приложении Fujifilm X-Raf Studio. Для этого нужно в меню камеры в настройке подключения выбрать проявка RAV, подсоединить камеру к компьютеру, включить её соответственно. И вот таким образом мы сможем вносить эти правки прямо вот на лету, после чего перенести их в камеру, сохранив. Давайте посмотрим. Вот у меня снятые параметры. Баланс белого 5400. В принципе, у меня это всегда жёстко закреплённый баланс белого при съёмке в любых условиях. И стараюсь я снимать людей в профиле Astea. Давайте посмотрим, что можно сделать с этой фотографией, как можно подкрутить. Ну, во-первых, немножко поднимем экспозицию. Давайте оставим пока Astea. Эффект зерна отключим. Я не знаю, как это объяснить, но мне нравится эффект Color Chrome сильный. Баланс белого также оставим пока таким же. И смещение баланса давайте попробуем. Слишком зелёное становится. Вот это больше похоже на то, что было на самом деле в студии. Можно сделать чуть поспокойнее. Дальше мы работаем с цветами. Их я чуть-чуть прижму. Даже можно на один стоп. Тени можно усилить. Вот, сразу видно. В принципе, можно вот так оставить. Цвет как убавить, так и добавить. Вот здесь уже начинает пробиваться сильнее краснота, поэтому мы... Давайте попробуем вот сюда сдвиг баланса белого сделать. Или вот так. Окей. Можно добавить резкость. Можно включить, либо отключить понижение шума на высоких ISO. Clarity я не трогаю. Ну, собственно говоря, вот такую фотографию уже можно сконвертировать. И дальше обработать в Photoshop. Или все вот эти вот настройки забить в пользовательские настройки в камере. У меня вот здесь уже кое-что забито. Давайте посмотрим, как бы выглядела, допустим, с кодок Ultramax эта фотография. Вот так, возможно, она бы выглядела. В принципе, тоже имеет право на жизнь. Тогда тут только лишь хайлайты. Нужно прижать. Вот так. На мой вкус, опять же таки. Очень много пресетов вообще строится на базе симуляции фильма Classic Chrome. Почему так? Ну, возможно, потому что в классическом Classic Chrome цвета максимально сбалансированы. Ну, можно поперебирать. Допустим, Pro Negative взять и посмотреть, как будет в этом профиле смотреться. Как будет в Eternia. Или вот Eternia Bleach Bypass. Это профиль, который появился в камере X-T4. Вот таким вот образом. Давайте возьмем еще одну фотографию. Что у нас здесь? Все то же самое. В ASTI и снято. Color Chrome я усилю. Так, баланс белого. Будем ли мы его трогать? Давайте сначала посмотрим, что нам предложит Classic Chrome. Chrome или Eterno. Но все-таки Classic Chrome будет, наверное, поинтереснее. И, соответственно, подкорректируем баланс белого. А если сюда, допустим, так, тени мы высветлим. Прошу прощения, это я наоборот затемнил. Вот так. А тени мы, цвета мы прижмем. Цвет. Можно накрутить. Собственно говоря, вот такая вот низкоконтрастная фотография очень хороша для последующей обработки в Photoshop. Напомню, что если вы хотите поэкспериментировать и забить в пользовательские настройки какие-то пресеты, то их можно скопировать с сайта fujixweekly.com. Вот, допустим, у нас Ektar. Что нам предлагают сделать для Ektar? Давайте посмотрим. Classic Chrome. Classic Chrome. Света в плюс один. Ну, давайте посмотрим. Света в плюс один. Тени минус два. Цвета в плюс четыре. Sharpness в ноль. Clarity нам предлагают выставить плюс три. Давайте попробуем. Grain Effect Off. Color Chrome Strong и Color Chrome Blue Weak слабый. Ну, давайте так, слабый. Баланс белого. Предлагают 6050 Кельвинов. Давайте смотреть 6050 Кельвинов. Что у нас получится? 6050 Кельвин. И смещение плюс три красные. Ноль. Плюс три красные. Это будет вот здесь. Ну, я лично не люблю настолько красную кожу. Вот. Я всегда стараюсь от нее избавиться. Поэтому, даже с нулевым значением, вот, фотография выглядит посимпатичнее. А если мы красный, наоборот, уберем в минус три, то вот получится такой золотистый оттеночек. И вот это вот у нас кодек Эктар. Ну, да. У оригинального кодек Эктара идет все в красноту. Уведено в красноту. Поэтому здесь, да, допустимо. Смещение. Так, как указано в рецепте. Опять же таки. Можно брать, экспериментировать, подстраивать. Например, с таким красным в фотошопе, в принципе, тоже легко справиться. Сделать его шоколадным или сделать его более золотистым. Смотрите, пробуйте, запоминайте. Очень удобно вносить в пользовательские настройки, вот, понравившиеся вам профили. И таким образом снимать сразу в JPEG. Хотя Capture One, вот эти вот все параметры, которые мы внесли в камере, подхватывает и отображает нашу фотографию в RAW-е с учетом вот этих вот всех параметров. Которые, естественно, также можно вправить, но уже следствием Capture One. А X-Rav Studio я рекомендую использовать, потренироваться на своих RAW-ках для того, чтобы выбрать для себя наиболее приятные на свой вкус, на свой взгляд пленки. Всем хороших кадров. Всем пока.